Легко ли маме найти работу? Как показывает статистика, безработных женщин сейчас меньше, чем мужчин. Но такая ситуация сложилась совсем недавно. Всех нуждающихся в трудоустройстве дам пригласили на межрегиональную ярмарку вакансий. Свои услуги предложили 19 организаций из Иваново, Кохма и Ивановского района. Есть и рабочие профессии, повар, швея, есть неквалифицированный труд, уборщик в помещении, няня, санитарка. Но также есть и вакансии специалистов и руководителей, экономист, контрактный управляющий, инженер. Соискательницы предложили более 200 вакансий, что называется, на любой вкус. Молодежному центру города Иваново требуются специалисты по работе с подростками. Наличие педагогического образования приветствуется. Хотим открыть фотостудию, рукоделие, также моделирование. Желательно, педагогическое образование приветствуется. Также мы набираем молодежь подростков с 14 до 17 лет на летнее трудоустройство. Дети работают 14 дней по 3 часа. Зарплата около 3 тысяч у детишек. Специалист проводит с молодежью, зарплата около 10 тысяч рублей. Садику номер 14, который открыт не так давно, тоже нужны специалисты. Условия работы для всех должностей очень хорошие. Есть вакансии воспитателя и младшего воспитателя. В педагоге это где-то средние 18 тысяч. То есть это опять же зависит от работы, от творчества, от желания работать. Ну а младший воспитатель и технический персонал 7500 в месяц. Выйдя из декрета, нередко женщины сталкиваются с проблемой трудоустройства. За годы, проведенные в отпуске по уходу за ребенком, теряются навыки, меняются технологии работы. Но если вакансию мечты не получается найти, то оставаться наедине со своей проблемой не стоит. В службе занятости таким женщинам предложат пройти повышение квалификации или даже переобучение, чтобы было больше шансов найти подходящую работу. Любовь Почерникова, Андрей Семьволков, РТВ Иванова.